Девушки отдыхают И добро пожаловать на этот YouTube-урок, где мы дадим три совета о том, как сделать грувы лучше И эти три совета, они могут, действительно могут улучшить вашу игру на барабанах Очень значительно, и их часто упускают из виду Так что давайте я их просто перечислю Во-первых, совет по динамике игры Когда я так говорю, я имею в виду динамику между конечностями Имея в виду фантомные ноты, как вы динамически играете в разные барабаны Второй совет о расчете времени Ну, знаете, о том, когда вы не играете О пространстве между ударами Как держать ровный темп практически по внутренним часам И третье о постоянности О сохранении грува постоянным Сохранении его плотным О постоянстве ударов барабана Сохранении их очень постоянными Чтобы грув держался и был ровным Это очень важно Так что давайте рассмотрим первый совет Первый совет Мы поговорим о динамике Первое, о чем я хочу сказать Это о стремлении к такому рисунку и такому груву К которым стремятся продюсеры Знаете, особенно между ударами В бочку, в рабочие, хеты Вам нужен хороший микс в голове То есть вы хотите слышать пасбочку перед собой Рабочие на верхах И чтобы хеты были помягче Не нужно, чтобы было все наоборот Не нужно, чтобы хеты чувствовались самыми главными И другие тарелки не главенствовали Динамика важна для грува Я сыграю сейчас быстренько, о чем говорю Я сыграю сначала без динамики А потом улучшу ее Вот это с плохой Да, многовато хай-хетов Басбочка не качает, как должна Ну, знаете, тут просто не хватает энергии Давайте сыграем тот же грув И я просто изменю динамику Передам ее от моего тела в басбочку, чтобы получить нужные удары Сейчас вложу тело в удары по рабочему, чтобы он зазвучал И как вы могли услышать, есть сильная разница Басбочка очень качает, она так показывает свое лицо И то же самое с рабочим Он пробивной Его динамика отлично подходит к груву И звучит здорово Это безусловно И следующая вещь, которую я хочу затронуть в совете по динамике Это фантомные ноты О том, как они могут изменить звучание грува Но так же, как они сыграны нечетко и динамически неверно Они могут весь грув полностью разрушить Давайте я покажу, что имею в виду Я просто сыграю грув с фантомными нотами Но я сделаю это очень утрированно Да, я знаю, это звучит как нормальный грув Но его можно улучшить чуть-чуть Ну, знаете, сделать его звук получше Я имею в виду Давайте сделаем тот же рисунок Но в этот раз будем делать бэкбит лучше Сыграем те же самые фантомные ноты Будем делать их тише С лучшей динамикой на хай-хете и на бочке Поехали Вы слышите разницу? Эта динамика — это такая мелочь, которую можно сделать Но она может целиком изменить звук вашего грува Изменить полностью Очень-очень важные вещи — динамика конечностей, динамика фантомных нот И такие вещи позволят грувым зазвучать лучше Давайте перейдем ко второму совету Мы сосредоточимся на тайминге И повторюсь, тайминг, к сожалению, часто упускается И люди не думают о времени Особенно если начинают играть музыку, которая очень плотная И все, что вам надо делать, это играть заполнение Это хорошо, каждый квадрат заполнен Но когда вы начинаете играть грув Если вы хотите, чтобы кто-то попадал в четвертую четверть Знаете, он может просто вылететь из счета Надо следить за тем, когда не играешь Так же, как и за тем, когда играешь Это важно Так что давайте поговорим о расстоянии между нотами И поговорим... Давайте поговорим об обычном груве Я просто собираюсь сыграть плохо, не следя за расстоянием между нотами Я хочу сокращать и удлинять это расстояние Вы сейчас услышите, о чем я говорю Все, это немного на грани, да? Все немного нервно в ударах Потому что неправильно расставляется пространство между нотами Давайте я покажу, как это будет звучать Если я буду делать пространство одинаковым Сейчас я сделаю это еще раз Но сделаю гораздо медленнее Буду играть грув медленнее С большим пространством между нотами Такой грув играть быстрее гораздо проще Но я сыграю очень-очень медленный грув При этом я покажу то, что имею в виду Говоря о хорошем пространстве между нотами Сначала сыграю плохо Окей, я просто не обращал внимания И да, я не утрировал специально Я не обращал внимания на расстояние между нотами Это очень-очень простой грув Но если не обращать внимания на пространство Он не будет нормально звучать И я покажу тот же грув Но внимательно отнесусь к пространству между нотами И тут можно добавить фантомные ноты О которых мы говорили прежде Чтобы прибавить немного плавности Окей Они заполняют это пространство Но не главенствуют в груве И пространство между нотами Очень явное Его очень слышно Оно не преувеличено Оно не выпадает Оно там, где надо Оно делает грув гораздо плавнее Также, если мы говорим об ощущениях внутри песни Нужно прочувствовать грув И надо сделать так, чтобы его могли понять все остальные Он должен быть такой живой штукой Чтобы люди легко играли с ним Мне нравится грув, в который я играл Это можно прочувствовать В нем можно прочувствовать естественный пульс Знаете, этот природный ритм грува Все это очень важно поддерживать С самого начала Особенно если вы начинающий барабанщик И начинаете отрабатывать занятия по технике Потому что все это пригодится для развития в будущем И эти ощущения будут с вами всегда И они действительно помогут Давайте перейдем к третьему совету Который посвящен постоянству Под постоянством Я имею в виду постоянство внутри грува Его правильный отыгрыш Неизменность его без веских причин Ну то есть Его запоминаемость Чтобы слушатели всегда могли его легко опознать Также, когда я говорю о постоянстве Я имею в виду движение конечностей Постоянство между ударами в бас-бочку и руками Ну то есть ногами и руками И все должно быть постоянным Нужно бить рабочий барабан в то же самое место Каждый раз для максимального постоянства звука Также и с хай-хэтами Не нужно делать тот же грув то громче, то тише Бас-бочка не должна быть тихой На многих рисунках она должна быть одинаковой И задавать одинаковый пульс Давайте я покажу пример грува В основе которого постоянство А затем сыграю грув без него Поехали Грув с постоянством сейчас будет без него Этот грув без постоянства И это не помогает в развитии Если не сохранять грув постоянным Ваша музыка не будет развиваться Игра на барабанах не улучшится Так что, если вам понравились эти три совета Вы можете подписаться на Драмео Где у меня есть полный курс по поиску своего грува И все эти советы, которые я сейчас дал Есть там же, только там я их больше объясняю И много других полезных видео Так что заходите И да, отличного дня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...